Здравствуйте! Вы смотрите программу «Власть. Открытая политика» в студии Юлия Комкина. И сегодня у нас в гостях начальник управления Роспотребнадзора по Курской области, главный государственный санитарный врач региона Александр Мунаков. Александр Валентинович, добрый вечер. Добрый вечер. Вам я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете звонить к нам в студию и задавать интересующие вас вопросы нашему гостю. Номер телефона вы видите сейчас на своих экранах 70 35 15. Также оставляйте свои вопросы на сайте 7info.ru Мы обязательно постараемся включить их в наш эфир. Александр Валентинович, в последнее время в Курской области эпид-ситуация, обстановка вполне себе неплохая. Эпид-пороги по гриппу и РВИ мы не преодолеваем. К счастью, иммунизация идет успешно. Во многом, наверняка, благодаря этому у нас в многих тяжелых заболеваниях куряне не вспоминают даже. Но все-таки на чеку надо быть постоянно, особенно в период отпусков. Если выезжать за рубеж, то нужно позаботиться о прививках заранее. Как-то работаете с турагентствами, с турфирмами по этому вопросу? Все-таки люди должны подготовленными ехать на отдых. Вы в своем вопросе практически ответили на все, что тревожит и меня, и, наверное, наших земляков. Конечно, ситуация санэпид-обстановка в нашей области благополучная. Это происходит благодаря тому, что проводится огромная работа руководством нашей области, здравоохранением, лечебниками, врачами и врачами профилактической медицины. А также специалистами многих смежных специальностей. Ветеринарами, лесниками. Огромное количество людей участвует в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия. Но это понятие еще и очень хрупкое. Как только нарушается баланс, могут прийти неприятности. Поэтому, действительно, если мы выполняем все профилактические мероприятия, мы можем быть уверены, что с нами и летом ничего не случится. Особенно, когда мы собираемся в отпуск. Особенно, если мы собираемся в отпуск на юг или в какие-то экзотические страны. Вот здесь вот нам нужно, конечно, обязательно подумать о прививках, которые могут предупредить опасные заболевания. Если люди предполагают ехать в африканские страны, в Центральную Америку, то нужно обязательно привиться против желтой лихорадки, против гепатитов. Если люди едут в Среднюю Азию, тем более нужно привиться от гепатита А, от гепатита В. И в любом случае нужно соблюдать правила предосторожности, элементарные, те, которым нас учат в школе еще и родители дома с детских лет. Руки мыть. Мыть руки, не есть грязную пищу, не пить воду из случайных источников, есть только проверенную пищу в предприятиях общественного питания. Их немного, но если их соблюдать, то можно себя обезопасить. Но все-таки вы сказали, перечислили гепатиты, от чего нужно сделать прививки. Но ведь их нужно сделать заранее, а не так, сегодня я сделаю, завтра поеду. Ведь наверняка и перебаливает организм. Конечно, минимум за три месяца нужно сделать прививку, для того, чтобы организм успел ответить на иммунизацию, для того, чтобы у него был выработан иммунитет к этим инфекциям. А что касается тех, кто у нас остается, никуда не едет, остается здесь, тут тоже их поджидают опасности, если на даче, на речке, в лесу появляются клещи те же самые. Это тоже страшные такие маленькие, но неприятные такие. Слава Богу, наша область не является эндемичной по энцефалиту клещевому. У нас встречаются бриллиозы. Одних прививок не делают. Но если человек вовремя обратится к врачу в случае присасывания клеща к медикам, и они проведут лабораторные исследования этого клеща, и обнаружат у него возбудителя бриллиоза, его вовремя могут начать лечить, и тогда последствий никаких для него не будет. Или вообще не будут его лечить, если клещ не будет инфицирован бриллиями. А у нас есть как раз сюжет на эту тему, как проходят исследования вот этих маленьких гадов. Давайте посмотрим. Эти насекомые могут быть переносчиками инфекции бриллиоза, анаплазмоза или лихорадки западного нила. Врачи напоминают, пострадавшим не стоит тянуть с проверкой. Можно, в общем-то, дождаться хронической формы заболевания, которая останется на всю жизнь, и избавиться от нее будет очень тяжело. А вещь очень серьезная. Бриллиоз поражает очень многие системы органов, и в первую очередь суставы. И потом диагностировать, что это бриллиоз, очень сложно, даже при наличии наших современных систем лабораторной диагностики. Медики настаивают за помощью, нужно обращаться сразу после укуса. Важно исследовать и насекомое. Такой анализ в курских клиниках и медицинских центрах стоит от 625 до 800 рублей. Срок высеивания вируса – сутки. Люди очень переживают, особенно когда клещ присасывается к телу ребенка. Переживают, начинают сразу же нам звонить. Только сдав клеща, хотят сразу услышать результат. По нескольку раз переспрашивают, что означает, если результат отрицательный. В прошлом году клещевыми инфекциями заразились 20 курян. Чтобы в этом году история не повторилась, профилактику начинают с самых маленьких. Детей учат готовиться к прогулкам по лесу. Говорили о безопасности, говорили, что в траву особенно не ступать, а по асфальтированным дорожкам, особенно там, где гуще, ветвей, не заходить. Это детки сами знают. Всем, кто не собирается отказываться от посещения лесопарков даже в сезон активности клещей. Специалисты Роспотребнадзора советуют перед такими прогулками обрабатывать одежду репеллентами. Последствия действительно могут быть страшными, вот как сказал Михаил Михайлович в сюжете, что даже непонятно будет, что это, собственно говоря, последствия боррелиоза. Конечно, последствия могут быть очень неприятными, поэтому нужно предупредить их. И мы постоянно обращаемся в средства массовой информации, на телевидение, встречаемся с вашими коллегами на других каналах и говорим о том, как себя вести нужно на природе, как нужно одеваться, каким образом можно себя обезопасить от присасывания клещей. И советуем всем после прогулок обязательно осматривать друг друга, в первую очередь детей, для того, чтобы предупредить присасывание клеща. Клещ не сразу присасывается, ему нужно найти участок кожи, который ему понравится, это требует времени. И чем быстрее клеща снять с тела, тем меньше риск инфицирования человека. У нас в этом году уже пострадало от присасывания клещей 3442 человека. Это много, но меньше, чем в других субъектах. И если в других субъектах, в том числе в ближайших регионах, граничащих с нами, регистрируется до нескольких десятков случаев боррелиоза, у нас их зарегистрировано на сегодня всего 8, четверо из которых дети. Поэтому драматизировать мы не будем ситуации. Мы лучше будем знать, как поступать и правильно действовать в случае, если наступит эта неприятность. Если эта неприятность наступила, что дальше? Это какое-то лечение антибиотиками, да, последует? Если наступила эта неприятность, если поставлен диагноз боррелиоза, конечно, медики назначают лечение. И чем раньше, тем быстрее и лучше оно проходит. В принципе, бояться и не отвечать не стоит. Нет, лучше всего ничего не бояться, лучше поступать правильно. И действовать. Так, а вот сейчас еще активны они, клещи? Или уже на спад идет? Нет, конечно, они и сейчас активны. Менее активны, чем в начале лета. Вторая волна еще будет длиться, наверное, до глубокой осени. Поэтому нельзя забывать про эту опасность. Осторожности терять нельзя. У нас есть вопрос на сайт как раз по поводу клещей. В июне меня укусил клещ в черте города. У меня два вопроса. Обрабатывают ли парки от клещей? И почему так дорого стоит исследование клеща на инфекции? Я отдала более тысячи рублей. Спасибо. У нас обрабатывают парки, у нас обрабатывают территории летних оздоровительных учреждений. В этом году у нас около 500 гектар обработано, в том числе 350 гектаров территории лагерей, прилегающих к ним территорий. А почему стоит так дорого? На этот вопрос я не отвечу. Мы не проводим лабораторные исследования. Проводят его мои коллеги в АВБУЗе Центра гигиенной эпидемиологии. По всей видимости, есть причины, по которым эта процедура не дешевая. Во-первых, сами манипуляции не дешевые. Во-вторых, диагностику мы дорогие. Мы работаем точными диагностиками, которые покупаем в интерлаб-сервисе. И, как правило, это заграничного производства, которые являются точными, безопасными, надежными, но, к сожалению, не дешевыми. Еще летом, ну, наверное, это не только к лету относится, но летом особенно, это проблема с бешенством животных. Вот все-таки, если укусило, в принципе, контакт произошел с собакой подозрительной. Раньше слышала, что там пугали всегда 40 уколов в живот и так далее и тому подобное. Сейчас вот существенно меньше, да? Наша область традиционно неблагополучная по бешенству. Но эти два года, 2014 и 2015, относительно спокойны. У нас значительно меньше случаев регистрируется лабораторно подтвержденного бешенства среди животных. Их в этом году подтверждено всего лишь 14 в 10 районах. Это 7 лис, 5 кошек, 1 корова и 1 собака. Это небольшие показатели, но вот количество пострадавших от укусов у нас достаточно большое. У нас пострадало от укусов 1858 человек, из них 921 ребенок. И вот все они обратились за помощью и все получают лечение. В отличие от прежних лет, когда было необходимо сделать большое количество уколов, и уколы были болезненные, сейчас делается от 5 до 6 инъекций. И в течение трех месяцев проходит вся процедура. Единственное, что наступает очень серьезное ограничение к поведению, к образу жизни человека. Ему в течение трех месяцев запрещается принимать алкоголь, переохлаждаться, перегреваться, заниматься очень тяжелой физической нагрузкой для того, чтобы организм справился с вакцинацией, с этим лечением антирабическим и вырабатывал правильный иммунитет. А вакцина делают в любом случае? Просто мы же не можем предугадать, здорового животного или просто это проявление агрессии? Или проявление ситома болезни? Лечение начинается обязательно в случае укуса, в случае ослюнения или оцарапывания животным. Причем не только собакой. У нас преимущественно болеют бешенством красные лисы. Даже ежи могут быть источником этого заболевания страшного. И если его не лечить, оно, к сожалению, заканчивается всегда смертью и смертью мучительной. Человек погибает долго и в страшных муках. К другой теме предлагаю перейти. Летом традиционно люди отправляются в леса не просто, чтобы отдохнуть, но еще и грибов собрать. Официально продажа грибов запрещена. Но все-таки людей это не останавливает. Они сами ищут грибы. И, к сожалению, такие поклонники тихой охоты иногда оказываются на больничной койке. И знаю, что в этом году были и смертельные, к сожалению, случаи. Вот почему так происходит? Люди настолько самоуверены, что они идут и думают, что они знают, что они срезают. И что они потом дальше будут употреблять в пищу. Почему так происходит? Они подводят предположение, что они знают все тонкости. А у нас часто бывает либо незнание, либо предположение того, что с ними не случится, если они пренебрегут какими-то деталями. Во-первых, грибы нельзя собирать вдоль дорог. Грибы нельзя собирать в непосредственной близости от полигонов для хранения и утилизации бытовых и промышленных отходов. Нельзя собирать вдоль железных дорог. Желательно в глубине леса. И нельзя собирать грибы сомнительного качества. Съедобные, несъедобные. Это может сделать только опытный человек. А у нас, к сожалению, часто приходят люди в лес, не зная названия грибов. И собирают то, что ни в коем случае нельзя употреблять в пищу. Но иногда, к сожалению, и опытные грибники становятся жертвами несъедобных грибов. У нас в этом году зарегистрировано 22 случая отравления грибами. 26 пострадавших. И двое человек погибли. Погибли от употребления в пищу бледной поганки, которая очень похожа на сыроежку. Спутать можно. Но результат употребления в пищу, к сожалению, очень разнится. Бледная поганка обладает настолько сильным ядом, что практически спасти человека. То есть даже какая-то сильная термическая обработка уже никак не спасет? Нет, не помогает. Поэтому лучше избегать сбора грибов, если ты не уверен в своих знаниях. Лучше кушать шампиньоны из магазина. Конечно, конечно, конечно. И ни в коем случае нельзя давать детям даже съедобные грибы. Поскольку это тяжелая пища, и маленький ребенок с ней не справляется. И может заболеть, отравиться от приема в пищу. Грибов съедобных, вполне съедобных. Белых, подосиновиков, подберезок. Тех, к которым мы относимся с большим доверием. Это полезная информация, я думаю, родителям будет на заметку. Еще есть у нас вопрос на сайт. Немножечко не в тему нашего сегодняшнего разговора, но, наверное, к вам. Слышал, что продавать медицинские аппараты можно только в аптеках. А к нам буквально вчера приносили какой-то прямо домой. Это законно? Нет, конечно. Это не законно. Действительно, медицинские аппараты можно продавать в специализированных предприятиях. Таких, как аптеки, медтехника. И необходимо отказываться от этих услуг на дому. Поскольку, как правило, человек потом не знает, как выйти из этой ситуации, если этот аппарат ему не показан. Им очень трудно бывает получить помощь от наших сотрудников, отдела защиты прав потребителей, потому что нарушаются правила торговли. Особенно бабушкам, которым доверчивым. И бабушкам, и дедушкам, и молодым. Всем нужно быть очень внимательными и не подвергать себе опасности. Кстати, о бабушках. Летом еще активизируются у нас вот эти бабулечки, которые продают на рынках, не на рынках, вдоль дорог плоды своего труда. Это овощи, фрукты, ягоды, творог тот же самый. Вот просто буквально с земли. И запрещают неправильно. Вы же никак не проверяете товар этот? Если плоды своего труда продают на рынках, то они подвергаются проверке. И есть гарантия их качества. Если же продаются в неустановленных местах торговли, то здесь уже человек берет на себя ответственность. И если он заболевает, ему приходится винить только себя. Поэтому мы рекомендуем всем отказываться от приобретения продуктов, серхозпродуктов, фруктов, овощей в неустановленных местах. И ни в коем случае не покупать консервы домашнего приготовления и грибы. Вот здесь вот могут ждать большие неприятности. А эта неприятность называется ботулизм? Есть такая болезнь, да? Да, есть очень неприятное, очень опасное заболевание ботулизм. Оно характеризуется тоже тяжелым течением. Человек может погибнуть от него. Как правило, ботулизм возникает в случае употребления в пищу консервированных продуктов, консервированных в домашних условиях. Это могут быть овощи, помидоры, огурцы. Это часто бывают грибы. И если не обратиться вовремя за медицинской помощью, человек может погибнуть. Причем тоже погибает очень тяжело. С тяжелым течением этого заболевания. Мучительно. Поэтому настоятельно рекомендуем. Купите в магазине продукты. Защитите себя. Обезопасьте и себя, и членов своих семей. Что еще летом? Чего еще стоит опасаться? В августе арбузы дыни постоянно все покупают и предлагают. Я думаю, опасаться ничего не надо летом. Ни яблок, ни арбузов, ни фруктов, ни овощей, ни мясных продуктов. Самое главное, необходимо делать все правильно. Покупать в магазинах, покупать проверенного качества, покупать безопасные продукты. В отношении арбузов мы постоянно, ежегодно даем одни и те же советы. Покупайте либо на рынке, либо в магазине. Не покупайте на обочинах дорог, особенно если арбузы лежат на земле. И не просите надрезать арбуз. Да вот эта вот заманчивая пирамидка, которую они вырезают и дают попробовать. Совершенно верно. Поскольку с ножом, как правило, с поверхности вносится внутрь инфекция, которая получает в этой благодатной среде возможность развиваться, размножаться, и потом наступают печальные последствия. Арбуз нужно брать целиком. Арбуз обязательно перед тем, как разрезать, перед тем, как поставить на стол, помыть тщательно. Лучше теплой водой, желательно с мылом, и только после этого уже его разрезать. Ну и вкушать с удовольствием. Так, а что касается водоемов, да, еще один пункт летней программы, да, водоемы – это яд какую-то опасность? Очень большой. Очень большой, особенно если купаться в неразрешенных местах. У нас есть официально разрешенные, установленные пляжи. Там, где проверено дно, там, где мы проводим лабораторную экспертизу воды, там, где мы подтверждаем ее качество в соответствии с нормативом и по микробиологическим, и по физико-химическим показателям. Если пренебрегать этими требованиями, то можно заболеть кишечными инфекциями, можно погибнуть от каких-то непредвиденных обстоятельств. дно может содержать такие тяжелые, необычные какие-то нюансы и сюрпризы, что человек может с удовольствием, войдя в воду, не выйти на берег. Это какие-то коряги, какие-то ямы, какие-то завихрения. Поэтому слушайте внимательно советы и руководствуйтесь ими. Ходите на наши городские пляжи и соблюдайте правила техники безопасности. Вот если в целом подводить итог, уже лето, в принципе, подходит к концу. Насколько благополучно мы его пережили? Насколько дальше мы в здоровье ли будем продолжать? В отношении инфекционных заболеваний у нас, слава богу, все благополучно. У нас отмечается снижение кишечных инфекций, у нас отмечается снижение заболеваемости гепатита МА, у нас не регистрируется дифтерия, краснуха, корь. Благодаря постоянной работе медиков и благодаря тому, что наши жители, наши земляки повышают свою грамотность. Поэтому я считаю, что наше лето проходит достойно. Лето – это маленькая жизнь. И мы ее должны пережить так, чтобы не было мучительно больно. А для этого соблюдаем все правила гигиены и эпидемиологии. Вы сказали, что медики ведут работу. Это какие-то профилактические беседы, куда-то как-то выезжаете? Или это только с помощью средств массовой информации, интернет, сайтов? Вы нам оказываете огромную помощь. И, конечно, мы готовим статьи, конечно, мы размещаем пресс-релизы в интернете, на наших сайтах. Это делают практически во всех больницах. Готовятся бюллетени, готовятся плакаты. Мы выступаем с лекциями, беседами. Это все, конечно, дает свой результат. Но использовать средства массовой информации – это самое главное, по всей видимости. Потому что вы нам помогаете дойти до миллионов, до тысяч людей. Поэтому мы вам очень благодарны. И с радостью идем на такие передачи. Значит, моем руки, следим за своим здоровьем. И последний момент уточняющий. Если вдруг человек посчитал, что нарушены его права, куда ему обратиться? Если нарушены его права, как потребителя услуг, то, конечно, ему нужно обратиться в управление Роспотребнадзора, в отдел защиты прав потребителей. Мы защищаем права потребителей. Права потребителей, и потребителем является тот, кто приобретает услугу или товар. Мы от других не можем защитить каких-то проблем. Но вот с этими проблемами, слава Богу, справляемся. У нас есть прием. Мы отвечаем на письма. Мы отвечаем на обращения. Мы выходим на заявления. Работаем по жалобам граждан. И, конечно, по результату рассмотрения каждого заявления и жалобы даем письменно-официальный ответ. Спасибо вам большое, Александр Анатольевич, что пришли к нам в студию, ответили на вопросы. Надеюсь, будет полезна наша беседа зрителям. Спасибо вам огромное. Спасибо и здоровье самое главное. Спасибо. А вам я напоминаю, это был прямой эфир программы «Власть. Открытая политика». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова